В общем, сегодня воскресенье, и у нас намечается шашлык, так что мы сейчас пойдем в Вейтрус, возьмем что-нибудь сладенького, какой-нибудь тортик, может быть два, и поедем к нашим друзьям, будем жарить шашлычок. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А к нам тут пришла посылка от The Body Shop, и Плюша хочет ее поскорее открыть. Да, Плюша? Будем открывать. Плюша, открывай коробку. Давай. Ну. Давай. Давай. Ты в одну сторону тяни, я в другую. Ну. Не, не получается. Плюша, пришел подарок. Все, Плюша, открывай. У-у-у-у, что нам пришло-у-у-у-у. У-у-у-у-у. По-ну-у-у-у. Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плюша, как и любая нормальная кошка, конечно же, любит сметану. Да, Плюша? Плюша, я тебе дам чуть попозже. Ну, Плюша. Так, на. На. Слышу, кому-то перепадает сметану. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плюшенька, тебе пришло письмо. To very important pet. Плюш, смотри. Смотри, что тебе пришло. Открываем? Смотри, письмо, что тебе пришло. Тебя засыпали вискосом. Какой-то нам новый вискос прислали. Для кошек, кому больше одного года. Плюша, ты рада? Плюша? Ты рада? Это, кстати, присылает компания Pets at Home. Можно зарегистрироваться, если вы в Англии живете. Они карточку дают. И они продают оптом. Такими большими коробками. И вискос, и ройал конин. И все-все-все-все-все. Очень удобно у них покупать. У них дешевле выходит. Плюс акции. И вот они иногда присылают промоушены. Так что Плюшенька будет кушать. Ням-ням. Сегодня потрясающий день. Те, кто живет в Англии, тот меня понимает. В общем, у нас теперь появилось сколько здесь? 800 грамм милет. Это пшено. И килограмм барли. Перловка. Это из Литвы. Это из Латвии. В общем, я обожаю на самом деле каши. Но здесь они не продаются. Как бы, да? Только в русских магазинах. Ой, в общем. Да. Вот такие вот вкусняшки появились. Для кого-то это просто для этой каши не нужно. Но я, если честно, просто обожаю. Пшенка очень полезная для кожи. Перловка тоже очень полезная. В общем, короче, ребятки, девчонки и мальчишки, обязательно кушайте кашки периодически. Они очень полезны. Естественно, что я готовлю. В общем, сейчас я буду готовить орзо. Орзо, это, видите, выглядит как рис, но на самом деле это паста. То есть, это как бы, ну, макароны. У меня уже вода вот закипела. И здесь у меня жарится фарш и лук. Я еще туда добавлю орегано и базилик. И, в общем, да, я сварю где-то 10-12 минут варится орзо. Все это дело потом перемешаю, немножко затушу. Еще и помидоры, наверное, туда добавлю. И вот получится вот такое вот блюдо. Это вроде бы Средиземноморской штаби. Ну, короче, это итальянская кухня. А я итальянскую кухню обожаю. Орегано у меня еще из Греции, по-текому, на Санторини не покупали. Добавлю немножко. Он дает такой вкусный аромат. А базилик у меня растет на окошке, в горшочке. Так что у меня всегда он свежий. Вот что у нас получилось в итоге. Очень-очень вкусно. И похоже на рис. Только он как бы такой длинный. На самом деле это макароны. Очень прикольно. Ну что, давайте теперь попробуем, что я тут наготовила. Готовила первый раз. По этому рецепту и вообще первый раз орзо готовила. Очень-очень вкусно, кстати. Классно. Мне очень понравилось. Первый раз готовила. Но очень вкусно. Правда. Советую. Если вы любите итальянскую кухню, если вы любите пасту, попробуйте орзо. Это так необычно. Это эти макароны, да, это паста. Она в виде риса. И выглядит очень странно, потому что похоже на ризотто, но по вкусу не ризотто. Класс. В общем, мы сейчас были на встрече по поводу свадьбы, договаривались, что когда мы снимаем. Потом забежали на обед. Я там забыла, как всегда снимать. Попили кофе, съели брауни. И сейчас нам позвонили из русского магазина, привезли для нас чебуреки. Мы заказывали чебуреки, так что мы сейчас идём их забирать. И орешки. Орешки? И орешки. И орешки. И орешки. И орешки. И орешки. И орешки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok